Друзья, всем привет! Ну, я думаю, ситуацию вы уже поняли. Как обычно, мы направлялись в одно место, найти источник силы в месте под названием Forsaken Cave, но попали на фордкастов, там увидели некромантов с их толпищами, скелетов, решили разобраться, и эти разборки привели нас к тому, что, ну, не можем мы пройти мимо, нужно зайти и посмотреть, что ценного там есть, и что мы отсюда можем взять. Фордкастов тюрьма. Что же нас ждет внутри? Конечно, нас ждут дополнительные скелетончики. Давай. Повоюем. Вот так неплохо. Душонку свою отдай мне. И заодно костную муку. Что-то мне подсказывает, что тут еще что-то лежит. Нет, ничего не лежит. И то, что мне подсказывает, врет. Только надо разобраться, что это мне подсказывает. Неужели завелся какой-то внутренний голос? Пустая бутылка. Вот пустые бутылки я с недавних пор начал собирать. Собиратель пустых бутылок. Такое впечатление, если туда попасть, то там можно что-то найти. Лид, хочешь пролезть? Проверить так ли это? Мечи. Еще пустые бутылки. Но до них не допрыгнуть. Пришел собрать тару. Ключ от тюрьмы. Форт Акастов. Давайте сначала попробуем без ключа. Может удастся использовать наше умение взлома. А бутылки нам пригодятся для зелий. Божества и культуры Тамриэля. Желтая книга загадок. С этими книжками мы уже имели. О, мечта! Давакина. Целая куча тары. Брать, не брать. Слушайте, ну я же вес 0,5. Я же их сейчас наберу. Так что потом... Еще не факт, что я ими буду пользоваться. Сеструха, сдадим бутылки. Сдадим бутылки, разбогатеем. Ты представляешь, Лид? На сдачу бутылок. ЖИТЬ В ТАМРИЭЛЕ! Черепушки никто не принимает, а то тут их отдельно складируют. Ну и те две, что ли. Да ну. Если я вижу, значит могу дотянуться. Хотя у меня есть типа телекинез. Может быть это время его испытать. Телекинез за пустой бутылкой. Ой-ой-ой. Это что, всю магию? Так вот, зараза? Иди сюда. Иди сюда, родная. Нет, Лиду на телекинез не пробивает. Как удобно расположены ступеньки. Есть место. По-хозяйски можно оценить. Есть место для дополнительных... Вещей. Так. Флидончик. Подожди-ка меня здесь. Я знаю, что ты любишь уничтожать скелетов, а мне их душонки нужны. Хотя какая у скелета душа? Объясните мне, какая у скелета душа? О, бутылки, мёслы, да это просто рай. Хех. Я кого-то вижу. Вопрос, он там один? Теперь этот кто-то видит и меня. Нет, он там не один. Раз, два. И вихри. Вихри есть, значит будут проблемы. Как он быстро справился. Но мне надо душа этого скелета. Я же подставить могу от ранаха. Блин, раз так быстро справился, значит... Бабах! Промазал. Высший некромант. Ну, понятно, значит придётся воспользоваться... Так, а я через кьюшку могу воспользоваться... Не это самое, не догнал. Где мои посохи, предметы, оружие... Вот. Могут они параллельно с отранахом работать, интересно? Неа, не могут. Ты один, дружище. Ого! Я тронах спрятался. Ну, тут у меня не остаётся другого выбора, как попросить помощи. Лидон, ты готова воевать, я знаю, ты готова воевать на моей стороне. Ух ты, а что это такое? Отварная говядина. Ладно, тюп, тюп, какая говядина нафиг? Лида, чё такое? Мы выступаем? А, понятно. Как прикажешь, Мойтан? Я уже испугался, что она перестала на меня реагировать. Давай, давай будем бить... Некромантыча. Ты хочешь посидеть? Я тебе сейчас посидуху устрою. Вот это до первого. Иди ты знаешь куда. Вау! Так, и чтобы лишить его магии, таки понадобится посох. Теперь сохраняемся. И я готов раздолбить... Ни за что. Раздолбить этого глупышку. Предметы зелья. Давайте начнем с ядов, которые мы имеем. И если у нас есть сопротивление холоду, а я знаю, оно есть. Запас сил, микстура лекаря, колдуна, защитника, добавочной магии. Неприятие мороза. Цель на 70% уязвиме. Нет, это как насмешка. Слабый яд паралича. С надобьей лекаря, с надобьей силы. Выложились, выставились. Давайте, значит, погоди, погоди. Маг, погоди, противник. У меня тут консультация идет внутренняя. Мы сейчас сконсультируемся, что и как делать. Сопротивление магии на 15% на 60 секунд. Ну, давайте, типа, посопротивляемся. Нейтрализуем. А потом вот. Урон магии. И вперед. Нет, не меня. Лидончик, давай не отсиживайся. Я так не хочу, чтобы он меня бил. И сейчас подойдет зелье паралича, как минимум. Вот, яд паралича. Ой, как хорошо. Наносим удар и наносим зелье. Яд антимагии. 50 единиц магии уцел. И до того, как он что-то успел накастовать, что-то очень страшное. Обморожение. Это как насмешка. 5 единиц урона и запас усил в течение 4 секунд. Хорошо. И давайте себя полечим. Крепкое зелье, запасность сил. Выпьем. Где у меня сходишь? Чтобы тебя такого еще нафигачить. Так, наилучшее зелье запаса сил, конечно же. И всех подряд это мне не надо. Вот это выпью. О, он достал посад. Магии, видимо, таки нет. А тут надо пить. Во-первых, урон здоровью. Держи. И... Надо запас сил. Запас сил. Но это совсем немного я себе восстановил. Сильное зелье. Вот. Два зелья будут. И либо я сейчас погибну, либо он. Для того, чтобы это все-таки был он, выбивая яд. Вот этот берем. И... Идеальное зелье лечения. Зарубили. И ножкой подергивает. Типа, вау, какой я крутой. Малый оберег, виноград, одеяние, эльфийский кинжал и посох цепных молний. Вот посохов мы наберем. Наш отронах помог ему остаться без магии. Навык взлом повышается до 48. Собачатина их тут кормили. А че я бесплотно и не могу сквозь вас проходить? Вот же стали! Ну... Так. Фульс рада, что ли? Вот так вот лучше. Тут мастер. Эта камера более надежна. Интересно, каких пленников в ней содержали? Что требовалось... Требовался такой уровень надежности. Ну, хай, нащупать же сложно будет. Интересно, вот в реальной жизни вам доводилось взламывать замки? Мне один раз довелось. Сразу скажу, ох, и геморная эта работа. Правда, я и переволновался жутко. Мне доверили ключ. А ключ застрял. В замке. Мало того, что я не смог его вытащить. В общем, там целая катавасия была. Но дверь надо было открыть. Есть! Взлом повышается до 49. И что мы найдем в этой камере, кроме самой возможности что-то взломать? Ну, работа, удовольствие, как говорится. Медвежатничество. Это... Работа в собственное удовольствие. Так что рады даже возможности поработать с замками. Все для уровня. Еще один замок. С уровнем сложности новичок. Тут тоже собачатин, но какая-то более продвинутая. Осторожней, что ли. О, Лида уже отходит. Неужели приучил? Лидончик. Ну да, что я ожидал увидеть, как говорится. Все то же самое. Ничего. Сверх особенно. А вот эти склады надо бы проверить. Ищу я соль. Соль ценный ингредиент. И тут дальше. Морковь. А здесь... Поналожат, поналожат. Нет, чтоб вывалить. Приходи да забирай. Нужно бегать по вот этим мешочкам. Их осматривать. А соли так здесь есть много. Яблоко. И мы не осматривали еще то, что здесь есть. Кстати, забыл душу этого парня украсть. Мы тут как бы... Перевернули весь этот форт. С ног на голову. И вы мне пишите украсть чеснок? У кого украсть? Я тут всех убил. И у кого, по-вашему, я украду? Помидор. Вино. Нордский лук. Ладно, воровать я не буду. Пусто. Консоль мне не нужна. Украсть костную муку. Да вы издев... Рай. Метлы, пустые бутылки. А буду ли делать или нет? Это уже вопрос второй. Так, эта часть называлась тюрьма. В общем-то, мы везде побывали. Единственное, может быть, я где-то не заметил. Обычно в тюрьмах бывают такие подвальчики. В камерах. Нет. Тут их... Увы, нет. А на стенах тут какие-то выделяются вещи. Это естественные конструкции. Подвальчиков нет. Помидоры разбросаны. Неужели я эту часть зачистил? И больше здесь нет ничего. Да, мне, видимо, нужно подниматься выше и зачищать выше части. Вообще, очень так непривычно мне играть с самого утра. Дело в том, что я привык в это время заниматься зарядкой и наблюдать за тем, как Ольга записывает свои видео. Для меня это что-то вроде моего любимого летсплейщика, который дает и визуальную, и аудиоматериал. Визуальную картинку и аудиоматериал. И я люблю так вот свое утро проводить. Сижу, делаю зарядку. Ну, не сижу, точнее, а делаю зарядку. Смотрю, поглядываю, точнее, насколько это получается за Ольгиными летсплеями. А вместо этого сейчас вынужден сам вот играть, потому что микрофон у нас один на двоих, поэтому приходится немножко извращаться. Так, я понял, вот я тут еще не был. Это что тут такое? Железный боевой топор. И деревянная дверь. Вот она-то ведет на верхний этаж. И там, наверное, меня ждут интересные приключения. Так, ребят, если тормозить будет, вообще я переустановил систему, тормозить, по идее, не должен. Да, я таки взялся и переустановил эту гребаную систему. У меня уже год стоит одна и та же Windows. И при прохождении зенгардской кампании начались вылеты с синим экраном. А это явно признак того, что с системой надо что-то решать. Вот я ее переустановил, в принципе. За ночь успел вернуть сейвы. Игра, единственная игра, сейвы которой потерялись. Это... А я вам не скажу в данном прохождении. В принципе, потом сами увидите, какая игра пострадала. Но это не судьба Средиземья, не кампания Зейзенгард, не Европа Универсалис. И, как видите, не Skyrim. То есть, с этими играми все в порядке. Так. Идем наверх, забыл сохраниться. Ну и после того, как я переустановил систему, я искренне рассчитываю, что тормозить Skyrim будет меньше. Так как понимаю, что вы, ребята, жаловались на слабенький FPS. Мне и самому неприятно играть, когда одни лаги... Так, это братья Бури идут. Хорошо, я не против. Пусть расхаживают. Это откуда мы вышли. Мы вышли наружу. Отсюда. Но! Но, но, но! Это далеко не все наши противники-то. Во-первых, вон там скелеты есть. Во-вторых, Лидон, я знаю, что ты уже хочешь стрелять. Так. Что тебе нужно? Что мне нужно? Ну, разве вот, когда она сагрилась, разве что-то может вообще ее остановить. Она уже готова убивать, рвать и метать. Поэтому давайте попробуем добраться до этого скелета первыми. Сейчас Лидон за нами бросится вдогонку. И попробуем отнять его душу. Вперед, 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 вперед! Несемся, несемся, несемся! Где же ты, друг? Отлично! Душа наша! Так вот, после переустановки системы я искренне надеюсь, что лагать будет меньше, но именно по вашим отзывам я узнаю, так ли это на самом деле. Потому что моя вера в то, что переустановка должна была решить эту проблему, помешает мне адекватно оценить этот факт. Так, есть возможность сохраниться, давайте ее воспользуемся. И тут мы не были Далее, еще и вроде и врагов я не вижу. Вызов Ледяного Атронаха Сумка Аптекаря В ней бородатый мох Сундук, а в нем безупречный гранат и немножко золота Паучье яйцо Собачий корень Одни ингредиенты Воин Навык блокирования повышается до 56 Это третья книга из цикла из четырех книг Если вы не читали первые две Нищий и Вор, то я настоятельно рекомендую вам это сделать Нищий, по-моему, читали Вор тоже Это как он пытался грабить брата А Нищий, это как он учился прыгать Про Каджета, насколько я понимаю эта книга Или нет Суойбуд Эрол Мало что знал о своем прошлом Да и не хотел знать В детстве он жил в Эролгарде Но с каждым днем это королевство нищало А налоги взлетали вверх Он был слишком мал, чтобы распоряжаться своим состоянием И его слуги, опасаясь разорения Перевезли его в Чаленхейм Никто не мог объяснить, почему они переехали Именно туда Какая-то старая служанка решила Что именно это будет Место будет для ребенка лучшим И других предложений ни у кого не было Так Поудобнее надо подсесть Не придавил я никого, ничего Возможно, на свете есть дети более избалованные, чем Суобуд Суойбуд Боже, имя такое Но это сомнительно Когда он повзрослел Он понял, что он богат Что у него есть деньги И ничего кроме денег У него не было ни семьи Ни положения в обществе Ни защиты И неоднократно он убеждался в том Что верность нельзя купить за деньги Он понимал, что у него есть только одно Его огромное состояние Он решил сделать все, чтобы сохранить его А при случае и приумножить Бывают жадные Но в целом хорошие люди Но у Суойбуда В жизни была всего одна цель Копить золоце Он был готов на все Лишь бы увеличить свое состояние Наконец он занялся тем Что стал набирать наемников И приказывать им нападать на поместье А после таких нападений Уже никто не хотел жить там И Суойбуд скупал их за бесценок После чего Нападения чудесным образом прекращались Суойбуд начал с нескольких Небольших ферм Но со временем у него появились Более честолюбивые планы А ну скажите Это случайно не тот Кого ограбил братец его На севере Скайрима Есть местность под названием Альта Альта Не похожая ни на одну другую землю Это долина вулканического происхождения Окруженная со всех сторон ледниками Земля в ней теплая от спящего вулкана Но дожди идут там часто А воздух холодный В долине растет уникальный сорт винограда Джазби Который не может выжить ни в одном другом месте Тамриэля Эти виноградники Эти виноградники Частная собственность и вино Которое там производится редко и исключительно дорогое Говорят что сам император вынужден просить разрешение имперского совета Чтобы раз в год выпить бокал этого вина Так долинка такая знакомая по описаниям Неужели это черный брод или как-то он так называется Где нас в самом начале поймали Это Вестмарк по-моему Фолд Что-то такое Холд точное Чтобы раз в год выпить бокал этого вина Чтобы запугать владельца Альта Пары наемников было бы недостаточно Суайбуду нужна была лучшая армия во всем Скайриме Суайбуд не любил тратить деньги Он договорился с генералом армии Женщиной по имени Лайки Фитра Что отдаст ей драгоценный камень размером с яблоко Все расчеты были отложены До успешного завершения задания Но Суайбуду не давала покоя Мысль о том что он расстанется с таким сокровищем Обычно он спал днем А ночью наблюдал за своей сокровищницей Ибо он знал что воры орудуют именно по ночам Да все больше мне кажется что сейчас именно его ограбит Его братец из рассказа по-моему вор И вот однажды в полдень Суайбуд очнулся от неспокойного сна И обнаружил в своей спальне вора Этим вором был Эслав Эслав думал о том чтобы выпрыгнуть из окна Уцепиться за ветки дерева стоявшего за стенами крепости И соскользнуть в сток сне сена Но окно находилось на высоте 100 футов от земли А каждый кто хоть раз совершал подобный прыжок Знает что для этого нужны мужество и внимание Увидев что богач проснулся Эслав потерял и то и другое Он спрятался за высоким богато украшенным щитом стоявшим у стены И стал ждать пока Суайбуд снова заснет Суайбуд не заснул Он ничего не услышал но почувствовал что в комнате кто-то есть Он встал и стал расхаживать по комнате Суайбуд ходил и ходил и в конце концов решил что ему померещилось В комнате никого не было Его сокровища были в безопасности Он снова лег в постель как вдруг услышал глухой стук Оглянувшись Суайбуд увидел камень который предназначался для лайки фитры Камень лежал на полу у большого кавалерийского щита из атмара Из-за щита высунулась рука и схватила драгоценность Вор! Закричал Суайбуд Схватил со стены аковирскую катану и сделал выпад Поединок между Эславом и Суайбудом не войдет в историю великих дуэлей Суайбуд не умел фехтовать а Эслав не знал как действовать щитом Оба двигались медленно и неуклюже Суайбуд был в ярости но не мог нанести хороший удар так как боялся повредить меч И уменьшить его Боже мой! Вот это конечно плюшкино! Его стоимость! Жесть! Эслав двигался из стороны в сторону волоча за собой щит И пытаясь держать его между лезвием и собой, что в конце концов является главным элементом защиты Суайбуд орал от беспомощности Он даже пытался договориться с вором Сказав что камень предназначен для великого воина по имени Лайки Фитрой Что он, Суайбуд, с радостью даст вору в обмен на этот камень что-нибудь столь же ценное Эслав не был уверен, не был умен, но он не поверил этим обещаниям Когда охрана услышала крики Суайбуда и прибежала на помощь, Суайбуду уже удалось оттеснить щит к окну Стражники, куда более опытные фехтовальщики, чем Суайбуд, напали на щит Но обнаружили, что за ним никого нет Эслав выпрыгнул из окна и скрылся Он тяжело бежал по улицам Джаленхейма Слышал звон монет в карманах и чувствуя, как камень, спрятанный под лохмотьями, натирает ему кожу Эслав не знал, куда идти дальше Он просто понимал, что ему нельзя показываться в этом городе И следует избегать этого воина по имени Лайки Фитра Который может предъявить права на его драгоценный камень Его драгоценный камень Продолжение истории Эслава Эрла читайте в книге Король Оу, найти бы эту книжку Рулон бумаги? Стопэ? Это же для свитка! Здесь все может пригодиться Здесь нет ненужных вещей Начинаем с осмотра помещения Красное яблоко Соль Я знаю, тут больше мешочков Только как-то лень всех их осматривать Капуста И еще один лежит здесь Тоже капуста Самое главное и приятное, что Никто ничего здесь не охраняет Старый путь Возьму с собой По-моему, эту книжечку я еще не читал Астрология Две одинаковых книги Тактика сводных отрядов По-моему, тоже читал Сыр не беру Хотя в жизни я очень большой сыролюб Есть тут кто-нибудь? Солька Морковь Морковь Нет-нет, я не забыл Там есть сундук Я его увидел Просто решил сначала С второстепенными вещами Вот, ну зачем так делать? Я уже Бородатый мох Беру, конечно Сундук Золото И зелья Ничего не пропустили 327 Еще могу с собой что-нибудь нести Это никуда не ведет дорога А вот эта дорога ведет наверх Но это выход И форт мы таким образом Осмотрели Может есть Какие-то Места Ого, а тут какие-то ритуалы были Огненная соль И соль пустоты Это то, что я собираю Вау-вау-вау Потише Свиток призыва питомца Я же ничего так Вообще ничего не вижу Я не представляю Как вы будете это рассматривать А это свечи Я перепутал их с чем-то Что можно взять Миска А в миске Послен И Золото Яйцо Соснова дрозда И окровавленная Золотая монетка Но самое главное Это соль пустоты И огненная соль То есть можно Сделать еще посохи Что ж Покидаем Территорию этого форта Видимо Здесь мы Осмотрели все И можем себе Спокойно Ты кто? А Ассасин Вот с таким ассасином Нужно быть поосторожнее Он может Забрать Все здоровье Своим кинжальчиком Так как Так как Орудует им Очень Неплохо Она точнее У нас такая Дуэль Держи Пока Лидончик Ох Она еще и восстанавливает Своем здоровье Предметы Зелия Я хочу восстановить Запас сил А Я могу Исселяя Если Не восстанавливать Дружище Я рад Что ты решил Мне помочь Стальная стрела Контракт Стеклянная стрела С 215 Золота Ох И Разжился И Куча Всякого Непотребья Чуть было Не ударил По этому Чувачку Если бы я по нему Ударил У меня были бы Проблемы Со всеми Братьями Бури Так и не научился Я с ними мириться Понимаю Что надо Убрать оружие Попытаться С ними поговорить Но Знаю Так же Что 100% Гарантии Что они Захотят С тобой Замириться Как бы Нет Такой вот Странный Предмет Этот мир Так Ну мы Идем Дальше В общем То Лида Следует За нами Мы же Не отдали И приказ Стоять Да Так и Есть Приказа Мы и не отдали Поэтому она Следует За нами Лида Я успел Убить Наемницу Наверное Опять Темное Братство Надо Почитать Хоть Кто Кто Жаждет Моей Душонки I am waiting You with his head Я жду тебя С его головой Хоть бы Написал Где Я Ну инициалы Оставил В общем-то По инициалам Можно будет Потом догадаться Что ж ты так Медленно Передвигаешься Уставший Дружище Дать тебе Что ли Отдохнуть Или таки Дойдем Доплетемся До цели А впереди А впереди Может быть Еще Враг Поэтому Давайте Сохранимся А может быть И торговец Или торговка Да Ты кто Ты кто Такая Воин 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 Охотник Что это было? Эй Эй А Увидели Увидели Врага Ну что ж Лисенок Ну я не думаю Что это враг Враг Где-то там Впереди Можно будет Чужими руками Опять разобраться Думаю Мне просто Слышится Нет Не получится Чужими руками Разобраться Теперь я С опасностью Один на один Так Опасность Впереди Вот она Привет Дружище 54 Давай повышать Дальше Я знаю Что тролли Восстанавливают Здоровье Если не научат Работать огнем Но для меня Это как груша Которую Можно Хорошо Нанять В ближнем Бою Прокачав Навык Владения Оружием Ближнего Боя Одноручным Еще больше Я его объявил Легендарным И наверное Это будет Первый Легендарный Навык Который Я смогу Быстро Восстановить И вернуть Себе Так Ну Что там Близко Мы далеко Близко И нам Судя по всему Направо Как мне писали Друзья Ты хоть Иногда Читай Указатели Солитюд Маркарт Вайтран Виндхельм Рифтен Винтерхолд Мы пришли Оттуда А нам Направо Стоп 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 Не заблудился Легендарный Все правильно Правильно Я иду По пути Собираю Снежный Ягодник И вот Мы встретили Еще одного Торговца Торговец Торговец А смотри Что у меня Для тебя есть Что у тебя Есть для меня Аметист Бивень Гранат Деревянная Миска Железная Руда Вот Железную Руду Я у тебя Всю Возьму Корундовая Руда Нет Лошадиная Шкура Метла Мету Возьму Уголь Возьму Бонитовый Слиток Нет Не Возьму Зелье Одежда Амулет Стендара Блокируйте Щитом На 10% Больше Урона Ну это я так Просто Поинтересоваться Что есть И что он Продает Железные Стальные Стрелы Держи Теперь то Что есть у меня Посох Цепных Молний Мне Мне Вроде И самому Понадобились Бы Но С другой Стороны Они Занимают Место Не все Конечно Я продам Я лучше Продам То Чем Точно Не пользуюсь Одежды Там ему Всякой Накидаю Типа Деяния Некроманта Ученик Школы Колдовства Серебряное Ожерелье Держи Еще Ученик Школы Колдовства И серебряное Ожерелье Ожерелье Так Свитки 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 Есть те Которые Мне не нужны Вызов Питомца Не нужен Призыв К оружию Я еще Оставлю Пищу Вино Могу тебе Продать И хобот Мамонта Сыр Оставлю Себе Книги Разные Из разного Давайте посмотрим Лишнее Что у меня Есть Это Наверное Гранат Безупречный Гранат И гранат Так Торговца Мы практически Обеднили Посмотрю Что у него За зелье Есть Крепкое Зелье Запаса Сил И крепкое Зелье Лечение Вот Зелье Лечение Я бы У тебя Друг Взял И Наилучшее Тоже Хотя И сильные Мне пригодились Бы 65 Единиц Урона Ядом Но Стоит Дорого Давай Возьму Еще Два Наилучших А тебе Продам То Что Мне Мешает Ходить Осох Цепных Молний Один Один Из Посох Грозового Отронаха Итак Мы с тобой Проведем Правильный Обмен Может В разном Есть Еще Что-то Что Я мог Продать Рубин Например Свитки Джзарга Может Мне Еще Пригодятся Хотя Подожженные Несут Дополнительный Урон Они Меня Очень Сильно Убивают Но Плюс 300 Урона Это Много Все 37 Золота Я продал Все Что Мог Хотел Единственное Может Что-то Осталось У Лидии А у Нее Что-то Есть Я могу Служить Тебе Мой Смотри Что Мне Тебя Понадобится Талморское Одеяние С Капюшоном Отдай Мне Стеклянный Кинжал Эльфийский Кинжал Тоже Отдавай Одеяние Некромантов Одеяние Колдовства И Заберу Я у Тебя Стеклянную Стрелу Стальные Стрелы Для Себя Все Погодь Путешественник Давай Еще Проведем Обмен Хочу Твоих Зелий Сильное Зелий Лечение От Лечения Мне Не Хватает Зелий Давайте Возьмем Так Одежда Одеяние Некроманта Одеяние Ученик Это Я Покупаю Стоп 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 Что Я Натворил Вот Она Продажа Настоящее Колдовство Некроманта Черное Одеяние Мага Талморское Одеяние С Капюшоном Держи Из Оружия Стеклянный Кинжал Эльфийский Кинжал Нет Что 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 Делать Кольцо Истинного Разрушения Заклинание Разрушения Расходуют На 20 Единиц Меньше Магии На 20 Процентов Атаки Одноручным Оружием Наносят На 33 То есть Можно Переодевать Но я Постоянно Об этом Забываю Стрелы Что Либо Попродавать Или Посох Цепных Молний Но тогда Надо У него Что То Купить Еще К примеру Зелье Магии Держи А от Меня Держи Тебя Посох Посох Цепных Молний Да Все На этом С торговцем Диалог Завершен Хорошо Что Ты Нам Повстречался Мы Сумели Освободить Много Единиц Веса И Подошли К Забытой Пещере Опять Там Кто-то Бегает И С кем-то Воюет Ага Это Братья Бури И Железнорудную Жилу Мы Нашли Лит Откуда Скажи У тебя Берется Это Я Присягаю Тебе Наверное Как Своему Тану Я Буду Я Спасибо За Приятное Вечер Откуда Берется У тебя Это Оружие Одежда Точнее Это Тибилистическая Я Вон Тут Добывать Собираюсь Вы Не Можете Когда Рядом Враг Тут Мы С Таким Врагом Конечно Можем Интересно У Ледяного Привидения Есть душа Навык Тяжелая Броня Прокачан Только не Задень Брата Бури Попал Не попал Да Есть Душа И душу Мы Забрали Все Теперь Я Наверное Могу Спокойно Добывать Себе Железо Из Железной Руды Руду Точнее Итак Мы Наконец Подошли К месту Куда Стремились Сейчас Выполним Второстепенный Квест Хотя По пути Нашли Чем Заниматься Своё Состояние Поправляем По чуть Чуть И уже Наверное В следующей Серии Мы займемся Этим Местом Силы Сейчас Просто Осмотрим И заберем То что Здесь Плохо Лежит Возле Этой Пещеры Но 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 Нам Даже Показывают Что Ага Мы Возле Нее Нам Сюда Да Ну что Друзья До встречи В следующей Серии И Надеюсь Что На этот раз Тормозило Лагало Фризило Меньше